Ты носишь пояс, но тебе есть определенная ответственность. Ты должен соответствовать своему бою. Так начинает занятие по капоэре тренер Алиса Тихонова. Строгая дисциплина и концентрация, все как в боевых искусствах. Собственно, так и есть. Капоэру иногда ошибочно считают танцем, потому что здесь важна четкая координация движений и красота исполнения. Но еще важнее сила духа и воля к победе. Алиса знает это как никто другой. Недавно химчанка вернулась с чемпионата Московской области по капоэре, который проходил в Малом Видном. Золотую медаль с удовольствием демонстрирует своим подопечным. Надо всех победить, чтобы тебе по-честному эта медаль досталась. Все, все потрогали, кто хотел. Сейчас Алиса Тихонова преподает капоэру в молодежном центре «Восход». Признается, что пришла в этот красивый спорт совсем недавно. В «Восходе» капоэра существует уже, наверное, лет 8. Изначально сюда пришел мой сын. То есть я вообще к капоэре не имела изначально никакого отношения. Потом вслед за ним пришла, потому что у него не очень получалось выигрывать. Изначально на соревнованиях и надо было его морально поддержать. В тот момент как раз требовался инструктор для работы с малышами. Алисе – матери троих. Эта роль отлично подошла. Сейчас в ее группе дети от 2,5 лет. Ноги прямые, проверили руками коленки, собрали. Ты натяни на себя, натяни. И мы ловим свои пальчики. Вот такими ногами будем бить удары. Помним, да? Считается, что 30 лет – слишком поздно для начала профессиональной спортивной карьеры. Тихонова опровергла все стереотипы. Начав с нуля, за 6 лет девушка стала кандидатом в мастера спорта и чемпионкой Кубка России. Профессиональный спорт, обычно, вы не можете в этом возрасте войти, прийти, тем более участвовать в соревнованиях. В капоэру можно прийти в любом возрасте. А вот вопрос, насколько серьезно вы будете ею заниматься, ничего невозможного нет. Именно этому меня капоэра и научила. Девушка признается, что добиться успеха в капоэре помогли занятия балетом. Классические танцы учат двигаться плавно и грациозно, а также тренируют выносливость. При этом в капоэре есть и удары, и подсечки. Но на начальном уровне, особенно с детьми, бой бесконтактный и красивый. Действительно, как танец. Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.